Здравствуйте, с вами на связи Алекс Кидель, школа Скидель Sky. Мы начинаем окунаться в тему интерактива и проходить вводные уроки по курсу Unreal NG4. Разбирать, что это за программой, как не работать. Но прежде чем начать в ней что-то делать, нам необходимо убедиться, что вы ее установили вообще как таковую. Удалось ли вам ее установить? Пожалуйста, ответьте в комментариях к этому видео. Что у вас все в порядке, программа установлена и вы готовы идти дальше и внедрять ту информацию, которую мы для вас подготовили. Если все в порядке, запустите, пожалуйста, программу, запустите новый проект. Его от первого лица запускаем, то есть там есть возможность поездить на машине, если это архитектурные объекты, можно даже полетать. Но нас интересует именно вот такой режим от первого лица. Мы будем с вами делать интерьер, ходить по нему, соответственно, запустите. Горячие клавиши здесь, которыми я двигаюсь по данному проекту, это правая кнопка мышки. Я могу двигаться вот таким вот образом. И левая рука у меня ложится на клавиатуру. Горячие клавиши A, W, D. Как в обыкновенном игровом проекте. Вот, и я вот таким вот образом могу двигаться по своему проекту и все делать. Соответственно, ваша задача запустить первый проект и сделать скриншот и покажите нам, что у вас установлена программа и вы готовы идти дальше. Как только мы получим достаточно большое количество подтверждений того, что у вас установлены программы, сразу же пришлем вам доступ к следующему видео уроку, на котором уже будем разбираться с основными фишками настройки этой программы. Одна из самых главных фишек и самой главной особенностью этой программы, почему она настолько популярна и почему проекты, которые делаются в этой программе, настолько дорогие и настолько фотореалистично выглядящие. Потому что здесь есть возможность настройки отраженного освещения. Более того, оно здесь настраивается достаточно просто и легко и быстро. То есть, в самую первую, самую главную очередь, проект получается настолько фотореалистичным, благодаря отраженному свету. Благодаря тому, что здесь получается все действительно настоящим и объемным. Вот то, что вы сейчас видите, это еще пока что не объемный свет. Это пока ерунда. Вот. Настройки объемного света мы будем проходить с вами в следующем видео. Ну а пока я жду от вас в комментариях отчет о том, что вам удалось установить эту программу. Напишите, что удалось, сделайте скриншот, прикрепите его к отчету и мы пришлем вам ссылочку на следующее видео.